Есть такая порода женщин, которых называют роковыми. Об одной из них наш разговор. Имя Матте Харри известно, наверное, многим зрителям, хоть немного интересовавшимся началом XX века и Первой мировой войной. Настоящее имя этой знаменитой женщины Маргаретта Гертруда Зелли. Она родилась в голландском городе Леувардине 7 августа 1876 года. Маргаретта росла в состоятельного голландского буржуа еврейского происхождения Адама Зелли. Когда Маргарет исполнилось 13 лет, ее отец разорился, родители развелись. С этого момента и начинается скандальная биография будущей Матте Харри, в которой все так запутано, что порой трудно отличить правду от вымысла. Нездоровый интерес. Директор учебного заведения стал проявлять нездоровый интерес к юной воспитаннице. По одной версии, девушка противилась настырному ухажеру, по другой сама его провоцировала. Неизвестно, до чего там дошло дело, но дядя забрал племянницу из школы воспитательниц. Маргаретта недолго унывала и у строгого родственника тоже надолго не задержалась. В 16 лет она сбежала от опеки и начала самостоятельную взрослую жизнь. Дальше Маргарет нашла по брачному объявлению в газете мужа. Капитан голландской армии, 39-летний Рудольф Маклеот, несмотря на то, что был более чем на 20 лет старше, казался Маргаретте подходящей кандидатурой. Черноокая расцветающая красавица не могла оставить равнодушным стареющего, как потом выяснится, развратника. Рудольф получал приличные жалования. Тут быстро проявились слабости супруга Маргаретты, карты, пьянство и распутные женщины. Рождение детей сына Нормана Джона, затем дочери Жанны Луизы, не останавливало распутство и разгульную жизнь Рудольфа. Вскоре умер сын Норман. Смерть сына стала последней каплей, и Маргаретта ушла от мужа к другому офицеру. В отместку Рудольф запретил ей видеться с дочерью. Стриптиз. Маргаретта взяла себе творческий псевдоним Матте Хари, что в переводе означает «глаз дня» или «солнечный свет». После развода, оставшись без средств, ей поневоле пришлось зарабатывать на жизнь вначале натурщицей, а затем заняться танцами. Ее соблазнительная внешность со временем начинает привлекать внимание, и она стала пробовать себя в роли исполнительницы восточных танцев. Специалисты говорят, что танцовщицей она была довольно посредственной, да Хари и сама это признавала. Посмотрев танцевальные номера в исполнении Исидора Дункан в полупрозрачных одеждах, Матте Хари быстро сообразила, что нужно присыщенной и достаточно развращенной европейской публике. По сути, Маргаретта Матта извратила восточные танцы, выхолостив заложенный в них смысл и превратила их в стриптиз, став первой в мире стриптизершей. Это и стало залогом ее успеха. Матте Хари раздевалась в процессе танца до нога, представая перед публикой в одних украшениях. В то время такая фривольность вызывала фурор. Смазливая внешность, красивая фигура и восточный колорит обеспечили ей быстрый успех в Париже, а затем и во всей остальной Европе. Буквально за несколько лет она стала самой знаменитой танцовщицей Европы. Эффектная внешность, смелые до ноготы танцы, красивая легенда. Что еще нужно для успеха? К 1910 году Матта Хари была самой высокооплачиваемой танцовщицей и одновременно самой дорогостоящей, как бы это помягче, эскортницей, наверное, так. Стоимость нескольких часов в обществе Хари достигала 20 тысяч франков, примерно 8 с половиной тысяч царских рублей. Чтобы было понятно, деньги по тем временам, ну, очень хорошие. Казалось бы, вот она финансовая независимость, свобода и обеспеченная старость, если по-умному. Однако у Хари были свои тараканы. Она была игроком, наверное, заразилась от бывшего мужа и проигрывала большие суммы. К тому же не знала цену деньгам и тратила их налево и направо, на разные дорогие пустяки и ненужные безделушки. Ну и, разумеется, дорогостоящие наряды, лучшие драгоценности, рестораны и тому подобное. В связи с чем большие деньги как приходили, так и уходили. И Матти Хари приходилось частенько влезать в долги. Самая дорогостоящая танцовщица и кортизанка часто нуждалась в деньгах. Шпионка. Видимо, на этом она и погорела. Скорее всего, на долговой крючок ее и зацепила немецкая разведка. А может, изначально была все же французская? Пади их разбери. Произошло это, скорее всего, перед началом Первой мировой. Будучи подданной нейтральной страны, Голландия не участвовала в Первой мировой войне. Хари могла свободно переезжать из одной воюющей страны в другую, из Голландии в Германию, через нейтральную Испанию во Францию, Швейцарию и Италию. Однако в конце 1914 года, по непонятным причинам, ее завернули со швейцарской границы, в то время как ее багаж уже уехал в багажном поезде. Матта вынуждена была через Францию и Испанию вернуться обратно в Амстердам, где оказалась в затруднительном положении, без багажа с танцевальными нарядами и с ограниченными средствами. Знакомые свели ее с немецким консулом Карлом Крамером. Возможно, что они были знакомы и раньше. Дипломат Крамер, по совместительству резидент германской разведки, выказал участие в судьбе известной танцовщицы. Однако взамен попросил выполнить небольшую просьбу, всего лишь добыть информацию о ближайших планах союзников по Антанте на Западном фронте. Поскольку Матта Хари вращалась в высоких кругах и была близка с сенаторами, министрами и генералами, то задание считалось несложным. Какую уж она там добыла инфу, неизвестно. Однако 12 января 1916 года, будучи в Мадриде, она встречалась с военным атташе Германии майором Калле и считается, что какие-то там сведения ему передала. В этот же день шустрый майор передал шифровку Крамеру в Амстердам. Эта шифровка была перехвачена британской разведкой. В общем, шпионский детектив, да и только. Затем Хари еще несколько раз курсировала между Гаагой, Мадридом и Парижем, чем и привлекла внимание французской контрразведки. А может, по ее заданию. Дальше опять все как в детективе. Любовь в шпионы кино немцы. Французская военная разведка поставила условие добыть сведения о планах немецкого командования. Одним словом, Матта Хари стала двойным агентом. А может, к тому времени была им. Вероятно, она и сама уже запуталась в этих шпионских играх. Если говорить серьезно, то, скорее всего, и та, и другая спецслужбы использовали Матту лишь для прикрытия настоящих агентов и отвлечения внимания. Это только кажется, что девушка в постели или за выпивкой может легко выведать серьезные секреты у тех, кто ими обладает. Чаще всего знатоки секретов таким девушкам сливают дезу. Из всех сведений, добываемых девицами таким способом, спецслужбы, как правило, чего-то полезного выуживают от силы 1% или даже полпроцента. Так что, если Матта Хари и была агентом для разведок и контрразведок обеих стран Германии и Франции, то весьма опосредованным и скорее использовалась лишь для отвлечения противника. Арест и казнь. Тем не менее, утром 13 февраля 1917 года Матту Хари арестовали в Париже по обвинению в шпионаже. Следствия и допросы длились 4 месяца. Матта Хари до последнего настаивала на том, что работала только в интересах Франции. Суд над знаменитой шпионкой начался 21 июня 1917 года, а на следующий день, 22 июня, закончился вынесением Маргаретти Гертруди Зелли смертного приговора. Апелляции адвокатов и обращения к президенту Франции ничего не дали. 15 октября 1917 года в пригороде Парижа Венцене на военном полигоне приговор был приведен в исполнение. Матту Хари расстреляли. Затем возникла красивая легенда, что Матта чуть ли не сама руководила своим расстрелом. Но это лишь легенда.